Многие критикуют подсчет калорийности, хотя именно этот метод помог мне сбросить 20 кг. Сколько калорий для похудения в день нужно потреблять человеку? Как рассчитать калораж на день? Как определить свою норму калорий, зная свой вес, рост? Насколько важны данные умения? Рассмотрим подробнее в данном видео. Итак, вы приняли решение похудеть. Первое и самое важное, что необходимо изучить и понять, это простой и понятный закон энергетического баланса. Давайте вспомним его. Существует три варианта суточного энергобаланса. Дефицит – потребляем меньше, чем тратим. Профицит – потребляем больше, чем тратим. И уровень поддержки – потребление равно траты. При дефиците мы будем худеть, при профиците – набирать, а уровень поддержки оставит наш вес неизменным. При этом неважно, какими именно продуктами или блюдами были набраны калории. Также не имеет решающего значения и то, сколько в съеденном было белков, жиров и углеводов. Неважно, сколько было съедено сахара, майонеза, жира для набора веса или похудения. Важны только общее количество съеденных и потраченных калорий. Еще в 1964-м группа ученых из Института медицинских исследований в Окленде, Калифорния, сравнили влияние сочетания белков, жиров и углеводов при диете. Участники, страдающие от ожирения, в течение 10 недель питались коктейлями, получая неизменное число калорий – 800, 850 и 1200, в зависимости от собственного веса. Каждые 3-4 недели исследователи меняли форму, варьируя доли белка от 14% до 36% общего числа калорий, жира от 12 до 83% и углеводов от 3 до 64%. Все участники худели с той же скоростью при любом сочетании белков, жиров и углеводов. Решал общий дефицит калорий. Неважно, какими именно продуктами или блюдами набраны калории. Не имеет решающего значения и то, сколько в съеденном белков, жиров и углеводов. Для набора веса и похудения важны только общее количество съеденных и потраченных калорий. То есть можно питаться хоть только в одном Макдональдсе, но с дефицитом калорий и все равно худеть? Да, все верно. Такой эксперимент тоже проводили и не раз. Один из самых известных преподавателей средней школы из Айова Джон Цисна в рамках школьного эксперимента по естествознанию решил питаться 3 месяца исключительно в Макдональдсе. За эти 3 месяца Джон похудел на 17 кг, и это его настолько поразило, что он решил продлить свой эксперимент еще на 3 месяца. Всего за полгода потеря в весе составила около 30 кг. преподаватель Джон Цисна показал на личном примере, что дефицит калорий — единственное, что гарантирует похудение, даже если питаешься только в Макдональдсе. Безусловно, я не призываю питаться в Макдональдсе, чтобы похудеть. Во-первых, потому что в фастфуде много пустых калорий. Еда богатая калориями, но бедная витаминами, минералами, полезными нутриентами, а это не очень хорошо сказывается на общем самочувствии. Во-вторых, потому что держать дефицит калорий на такой еде сложнее. Аналогичный эксперимент с фастфудом позволил студенту Университета Индианы Джареду Фоглу заработать свыше 15 млн долларов, став лицом компании Subway. Он весил 193 кг при росте 185 см. Но однажды его жизнь круто изменилась. После того, как он начал питаться с дефицитом калорий, и только в Subway, он сам придумал себе диету с дефицитом. 18-сантиметровый сэндвич с индейкой на обед, бутерброд с овощами на ужин и одну банку колы и пачку запеченных картофельных чипсов. За первые три месяца он похудел на 42 кг, за год на 111 кг, благодаря такому питанию с дефицитом калорий. Для похудения, но не для здоровья, имеет значение, сколько вы едите в калориях, а не что именно. Джаред Фогл похудел со 193 до 82 кг за год. Питание в Subway с дефицитом калорий. Но не следует подражать Фоглу. Это пример лишь для того, чтобы усвоить главное – дефицит калорий всему голова. Есть дефицит калорий, и неважно, какими продуктами и по какой причине, есть похудение. Нет дефицита калорий – нет похудения. Ведь верно и обратное – можно набирать вес, питаясь исключительно полезными продуктами – овощами, фруктами, куриной грудкой на пару, брокколи и киноа. Ведь перебрать свою норму калорий можно любыми продуктами. Что такое калория? С биологической точки зрения, одна калория – это то необходимое количество энергии, которое расходуется на нагревание одного грамма воды на 1 градус Цельсия при нормальных атмосферных условиях. Данная величина крайне мала, поэтому подсчет нормы калорий в день ведется в более крупной величине – килокалория. Ценность любой еды можно измерить в калориях, которые организм способен из нее добыть. Например, в огурцах всего лишь 15-16 килокалорий на 100 грамм, а в темном шоколаде – около 550 калорий на тот же вес. Соответственно, из более калорийной пищи вы сможете получить больше энергии. В одном грамме белка или одном грамме углевода всегда содержится около 4 калорий. В одном грамме любого жира – в бутылке с оливковым, растительным маслом или в жировых запасах на животе – около 9 калорий. Если человек потребляет калории из пищи больше, чем может потратить за день, эти излишки остаются в организме в виде лишнего веса. Если женщина или мужчина постоянно переедает, запасы накапливаются. Иногда люди настолько не следят за балансом, что случается ожирение. Чем опасно ожирение, а также о других причинах развития ожирения, помимо переедания, вы можете посмотреть в этом видео. Аналогично и обратное. Если энергии не хватает, вы съели меньше, чем потратили, организму приходится сжигать запасы для восполнения недостатка. Причем сжигать он может не только жировые запасы, но и оперативные запасы энергии, гликоген и мышцы, особенно если ими мало пользоваться. Поэтому не нужно делать суточную норму калорий ниже уровня базового метаболизма, а создавать дефицит калорий за счет увеличения активности. Но об этом чуть позже. Как и на что организм тратит энергию, калории? Для создания дефицита важно понимать не только, откуда берутся калории и сколько их в разных продуктах, но и на что эта энергия тратится. Вот на что средний человек тратит свои калории. Базовый метаболизм около 60-70% всех расходов. Обратите внимание, какую большую долю занимает в расходах базовый метаболизм. Около 2-3 энергии от нашей нормы уходит на базовый метаболизм. Просто поддержание жизнедеятельности, работу сердца, печени, легких, селезенки и всех прочих органов. Это та энергия, которая будет потрачена в любом случае, даже если вы будете только лежать в кровати. Это важно понимать, потому что питаться долго ниже уровня базового метаболизма ни в коем случае не следует. Вот почему дальше я буду рекомендовать лишь небольшой дефицит до 20%. Кстати, просто на обслуживание каждого килограмма мышц, кровоток, обмен веществ и так далее, тело расходует 10-15 килокалорий. То есть если нарастить на себе, к примеру, 10 килограмм новой мышечной массы, только на ее поддержание, без учета расхода на сами тренировки, будет уходить 100-150 килокалорий в сутки. Для сравнения, на обслуживание 1 килограмма жировой ткани уходит только 4,5 килокалорий в день. Расходы на переваривание пищи, термический эффект пищи, около 10%. Эти расходы принято относить именно к расходам, а не учитывать сразу в калорийности еды и выделять в отдельную категорию. В среднем на переваривание и усвоение пищи уходит около 10% от содержащихся в ней калорий. Но это число может сильно варьироваться, от 3 до 30%. Больше всего тело тратит на переваривание белковой пищи. Максимум до 30% от ее калорийности. Меньше всего на фрукты, овощи, зелень, например, сельдерей. Лишь 3-10% от их калорийности. Соответственно, не существует продуктов, на переваривание которых тратится больше калорий, чем в них задержится. В то же время общие расходы на термический эффект пищи можно немного повысить, если есть больше белковой пищи. Расходы на физическую активность 20-30%. Сюда относятся все остальные расходы энергии плюсом к лежанию на диване, любое сознательное движение. Походы на работу, уборка дома, прогулка с собакой и, конечно же, траты энергии на тренировки и восстановление после них. В среднем на физическую активность приходится 20-30% всех суточных затрат энергии. И это именно те затраты, на которые вы можете легко повлиять и повысить их долю. Например, прогулка в хорошем темпе по сравнению с сидением на диване позволяет среднему человеку дополнительно сжигать около 150-300 ккалорий в час. Точный расход зависит от размеров тела и интенсивности движения. Но важно не заблуждаться по поводу вклада физических упражнений в ваш общий расход энергии. Если вы будете регулярно заниматься в фитнес-зале, дома или на улице, то это может добавить вам примерно 10-15% к расходу энергии. Давайте посчитаем расходы на регулярные тренировки в спортзале. На интенсивной силовой тренировке продолжительностью 1 час среднестатистический 70-килограммовый человек тратит около 500 ккалорий. При трех тренировках в неделю — 1500 ккалорий в неделю. Общие же затраты энергии того же человека — около 2300 ккалорий в день или 16000 ккалорий в неделю. То есть три тренировки в неделю вносят пусть и заметную лепту, но не более 10% общего количества этих затрат. Тем не менее, эти 10% все же весьма важны. Формулы для подсчета калорий. Рассчитать суточную норму калорий для похудения можно, используя две следующие формулы. Формула Харриса Бенедикта разработана и представлена людям в 1919 году. Известными учеными Франсисом Ганно Бенедиктом и Джеймсом Артуром Харрисом. Она имеет две разновидности — для мужчин и для женщин. Данная формула расчета может быть некорректной для современных жителей мегаполиса, поскольку исследования проводились в начале прошлого столетия. Данный нюанс следует учитывать при расчете количества калорий, особенно людям, чей индекс массы тела превышает установленную норму. Вторая формула — формула Мифлина Сан-Жиора. Была разработана гораздо позже, в конце прошлого века, в 90-х годах. Она считается наиболее точной, популярной на сегодняшний день. Формула учитывает специфику питания, прочие особенности современного мира, однако не учитывает процентное соотношение жировой и мышечной ткани. Алгоритм подсчета калорий для похудения. Умение правильно посчитать потребленные калории — первый шаг на пути к здоровому, красивому телу. Такая методика не накладывает какие-либо ограничения на конкретные продукты. Но если ежедневно считать весь рацион, то становится понятным, что куда лучше съесть тарелку мясного салата, чем небольшую шоколадку или какое-либо кондитерское изделие. Калорийность их примерно одинакова, но питательная ценность значительно отличается. Подсчет нормы калорий считается эффективным способом похудения, входит во многие системы снижения веса. Объясняется это следующими преимуществами. Данный метод предусматривает разумный подход к питанию, без стресса, серьезных ограничений. Организм легко переносит новый рацион. Умение высчитать количество потребленных калорий позволяет выдобрать полноценный рацион, богатый питательными компонентами, витаминами, минералами, что отличает такую методику от различного рода диет и голодания. Каждый человек может самостоятельно определить, сколько калорий нужно употреблять в день. Для этого существует специальный калькулятор калорий для похудения онлайн. Это может быть полезным для тех людей, у которых нет возможности обратиться к грамотным специалистам, в клинику снижения веса, из-за удаленности населенных пунктов от городских центров, различных материальных ограничений, жизненных обстоятельств. Счетчик калорий позволит бесплатно рассчитать рацион, включить любимые блюда, обеспечить соблюдение пропорций белков, жиров, углеводов. Алгоритм расчета состоит из трех последовательных шагов. Первое. Расчет базового уровня метаболизма. Второе. Определение дневной активности. И третье. Расчет конечного результата. Рассмотрим подробнее каждый из них. Шаг первый. Посчитать базовый уровень метаболизма. Для начала по одной из наиболее удобных формул следует рассчитать базовую скорость метаболизма. Пример. Женщина ростом 164 см, весом 68 кг, в возрасте 44 лет, необходимо ежедневно потреблять не менее чем… Так, сейчас мы посчитаем. 1396 калорий. Данного количества энергии будет достаточно для обеспечения жизнедеятельности. Шаг второй. Определить дневную активность. Полученное значение базового обмена веществ необходимо умножить на коэффициент активности. 1,2 – низкая активность, полное отсутствие спорта. 1,375 – малоподвижный образ жизни, легкая физическая активность 1-2-3 раза в неделю. 1,55 – средняя активность, достаточная нагрузка 2-4 раза в неделю. 1,725 – это активный образ жизни, подвижная работа, тренировки порядка 5 раз в неделю. 1,9 – высокая активность, подвижная работа, ежедневные активные тренировки. Допустим, женщина ходит на фитнес 3 раза в неделю. Тогда 1,396,2 мы умножаем на 1,55. 2,164 калории. Данное значение и есть необходимая суточная норма. Именно столько калорий в день необходимо потреблять. 2,164. Шаг третий. Рассчитать конечный результат. Для получения конечного результата необходимо вычесть из полученного значения 500-700 калорий. Именно столько необходимо потреблять в день для похудения. Значит, 2,164 мы отнимаем, например, 500. 1,664 калории. Килокалории. Именно столько требуется организму, чтобы начать худеть. Практика показывает, что трудно поддерживать норму ежедневно. Диетологи предлагают установить минимальную нижнюю, максимальную верхнюю границу. Это поможет избежать срывов. Если очень хочется что-то запрещенное, можно съесть это. Но на следующий день немного снизить норму. Верхняя граница норма калорий плюс 100, нижняя граница норма калорий минус 200. Кроме того, рекомендуется соблюдать соотношение белков, жиров, углеводов. Белок 10-25% от суточного рациона, жиры 20-35%, углеводы 45-65%. Но я больше привыкла рассчитывать по граммам на вес тела. Белки. Если занимай спортом 3 раза в неделю, то 1,5-1,6 грамма на вес тела. Например, 68 килограмм умножаем на 1,5. 102 грамма белка. Жиров не более 50. И углеводов, оставшееся количество от планки. Таким образом, мы себе рассчитываем дневной калораж с разбивкой по БЖУ. Данные соотношения могут незначительно меняться в зависимости от конкретной цели. Снижение массы тела, набор веса, рост мышечной массы. Худеть быстро и эффективно в домашних условиях нетрудно. Подсчет калорий снижает ограничения, позволяет вписывать любимые продукты. Главное – добросовестно вести дневник, записывать каждый потребленный продукт, каждый кубик сахара. Подсчет калорий я рекомендую вести в приложении PetSecret. Об этом, как пользоваться этим приложением, я сниму отдельное видео. Надеюсь, теперь вы рассчитали свою дневную норму калорий, и вам не составит труда снизить вес. Желаю вам успехов и удачи в похудении. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова